Вечер, точнее, продолжаем цикл лекций на тему литературная Москва. Довольно длинный уже, надо сказать, уже около года примерно все продолжается. Вот, и сегодня мы приступаем к Москве Михаила Фанасьевича Булгакова. Как обычно, на это предполагается две лекции с интервалом в две недели, и сегодня первое. Ну, начну с того, что Булгаков много, много писал, высказывался о Москве, и даже на тему своего отношения к Москве. У него есть такие прямые высказывания, что в определенной мере наши задачи, конечно, облегчают. Ну, например, он написал однажды, уже приехав в Москву, а приехал он жить в Москву в 1921 году, об обстоятельствах его приезда я скажу. Ну вот, в начале 20-х годов он написал, Москва город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить. Вот так он высказался тогда. И он действительно так и ощущал, собственно говоря. Вот. Но я скоро приведу и некоторые другие его на эту тему высказывания. Вот. Но хочу сначала сказать, что откуда он, как говорится, вообще появился в Москве. Ну, я напомню, что он вообще родился в 1891 году. Родина его Киев. Он родился в Киеве. Он киевлянин. Для него самые теплые воспоминания его детства, юности были связаны и молодости с Киевом. Для него наиболее такой родной город. Вот. Ну, он был утраченным в жизни по разным причинам, так или иначе. И, собственно говоря, жизнь его строилась так. Вот родился он в Киеве в 1891 году. Это вообще год для многих такой... Люди, которые родились в этом году и в годах примерно вот рядом, да, там 90-й, 92-й, 93-й. Им вообще потом выпало в жизни, в жизни, не дай бог, как говорится, много чего. Вот. Как писал его ровесник, Осип Эмильевич Мандельштам, который тоже родился в 91-м году, хотя и не в Киеве, но в один год они родились. Вот. И Осип Эмильевич написал в своей, значит, в своем, в своих стихах о неизвестном солдате. Я рожден в 91-м ненадежном году, и столетия окружают меня огнем. Вот у Мандельштама необычная формулировка, на самом деле. Потому что мы в жизни так никогда не скажем. В 91-м. Человек говорит, что я рожден в 91-м году. Или в 92-м. Но не в 91-м. Вот. Но Мандельштама именно в 91-м. В этом есть какая-то такая, понимаете, вот один такой год. Как бы, вот он, как бы, вот. Ненадежном году. Потом у них впереди много чего было у людей этого поколения. И вот Булгаков, он родился в 91-м году в Киеве. Там он провел детство, юность. Там он учился. Закончил медицинский факультет Киевского университета. Тогда в Киеве не было отдельного мединститута, а был медицинский факультет Киевского университета. Он его закончил. Был врач. Ну, дальше, как говорится, началась Первая мировая война. Соответственно, он, как врач, был отправлен на фронт. Да. Где он, как вы понимаете, много чего повидал. Вот. На этой Первой мировой войне. Но его сняли с фронта. Его сняли с фронта. И не только его одного. Сняли определенное количество врачей. Потому что, когда началась Первая мировая война, там, значит, врачей отправили на фронт. Но потом оказалась такая вещь, что многих очень не отправили. Оказалось, что в самой России-то, не на фронте, оказались такие места, где вообще врачей не оказалось. Понимаете, не было. И поэтому сняли с фронта определенное количество и отправили, как вы понимаете, в самые глухие места. Вот. И его отправили в село Никольское, Сычевское уездо Смоленской губернии, где он некоторое время был врачом. Это потом отразилось в его рассказах записки юного врача. Потом происходит революция. Он возвращается в Киев. Гражданская война начинается. В общем, значит, так сложились обстоятельства в Киеве, что там менялась власть очень часто в то время. То одна власть, то другая. Понимаете, жить с ними было со всеми, как говорится, нелегко. Вот. С этими властями. Во время Гражданской войны это легко понять. Причем, как вы понимаете, в Гражданской войне мы никуда от Москвы не ушли. Мы очень скоро вернемся в Москву. Это просто надо сказать, чтобы мы как бы подошли к Москве. Причем происходило это примерно следующим образом. То есть, вот приходила новая власть во время Гражданской войны. Первым делом она, естественно, занималась тем, что расстреливала своих противников. А во вторую очередь, или параллельно, она мобилизовывала всех, кого можно мобилизовать. Потому что воевать-то кому-то надо, понимаете. Поэтому она всех мобилизовывала. Но вновь пришедшего... И врачей, как вы понимаете, вот, конечно, они подлежали мобилизации в одной из самых первых очередей. И поэтому Михаил Афанасьевич Булгаков, он был мобилизован властью Гетмана Скоропадского, как власть... Как врач, простите. Ну, Гетман Скоропадский, понятно, что его фамилии много шутили тогда, и он действительно скоро пал. Вот. Потом пришли петлюровцы. Люди гораздо хуже, скажем так. Вот. Он был мобилизован петлюровцами. Но от них он сбежал. Вот. Потом он был мобилизован белыми. И он был врачом белой армии. И надо сказать, что в белой армии он был врачом, ну, в общем, достаточно сознательно. Потому что вот в этом раскладе политических сил, которые тогда были, как бы, для него, конечно, для Булгакова наиболее приемлемы были, безусловно, белые. Он происходил из такой интеллигентской семьи. Его отец был преподавателем Киевской Духовной Академии. Вот. Вообще Булгаков, он из такой священнической такой вот, и что по матери, что по отцу, из этой категории. Понимаете, отец вообще преподаватель Киевской Духовной Академии. Такая семья была интеллигентская, и даже, я бы сказал, право интеллигентское, такое несколько право акцента в политическом смысле. Поэтому для Булгакова белые, конечно, это бы наиболее приемлемо. Вот. А белые, как мы знаем, под ударами Красной Армии отходили на юг, и в городе Владикавказе для Михаила Фанасьевича Гражданской войны закончилась. Там бы он и умер, примерно в 30 лет, и он был на грани смерти, потому что он был болен брюшным тифом, и находился в бессознательном состоянии, и там бы он и скончался. Но его первая жена Татьяна Николаевна, ну, о ней будет речь еще, она вот все сделала, чтобы его спасти, ну, как-то с помощью, там, естественно, не одна, там, местных врачей или врача, там, она его выходила, его выходили, и он, по-разному, не умер. Вот. Он не умер, и когда он начнулся, то, значит, в городе уже была советская власть. Вот. И у него началась другая жизнь. Ему надо было вместе с Татьяной Николаевной что-то, как-то жить вообще, что-то есть там, в первую очередь, во что-то одеваться. Умирать он не хотел, и поэтому он поступил на службу в местный политпросвет. Вот. И он возглавлял там, даже возглавлял, по-моему, ну, уж точно работал в литературном отделе, в литературном отделе политпросвета Владикавказского. И потом работал, я не помню, в какой последовательности, но это даже и не важно для нас сейчас. Он работал в двух отделах. В литературном отделе, в ЛИТО, и в театральном отделе местного политпросвета, в ТИО. Но Михаил Афанасьевич понимал, что из Владикавказа надо уезжать. Ну, понять, у него было несколько причин, почему ему надо было оттуда уезжать. Ну, первая причина, это та, что он был врачом Белой армии, понимаете? Вот. Он был врачом, но это другой разговор. Это, понимаете, власть революционная, что им в голову придет, понимаете, завтра, совершенно непонятно. И, кстати говоря, он был, вот есть документы, которые там гораздо позднее там обнаружены. В общем, у него были вообще плохие перспективы там. Его там, в общем, фактически спас один из людей, один человек, которому он потом был очень благодарен. Вот. Так что его могло там плохо кончиться. Короче говоря, он был врачом Белой армии, он понимал, что надо оттуда вообще из этого Владикавказа уезжать. Вторая причина, почему ему надо было оттуда уезжать, потому что он хотел быть писателем. К этому времени он пришел к тому, что надо заниматься... Ну, ему хотелось, понимаете, ему хотелось... Он прошел много, видел уже очень много к 30 годам, и ему хотелось все это изложить на бумаге, понимаете. И он прекрасно понимал, что он может писать его в Владикавказе, но кто о тебе узнает, понимаете. Ну, это провинция, понимаете, и все. И он хотел войти в литературу, да, в нее туда. Значит, надо ехать туда, где она, как говорится, творится в первую очередь. То есть, в новую столицу, в Москву. Вот в ней все это происходит. И поэтому, конечно, он вот такое решение принял. И в 1900... Сначала приехала в Москву его жена Татьяна Николаевна. У них были родственники здесь, жилья у них не было, конечно, в Москве, но родственники были. Вот, потом приехал Булгаков. Он приехал в Москву в сентябре 1921 года. То есть, вот, примерно в 30 лет он оказался в Москве, именно с намерением здесь поселиться. Вот, и действительно, он здесь и поселился, и как позднее он писал в автобиографии 1924 года. В начале 20-х годов я бросил звание лекаря с отличием и писал. Вот он приезжает в Москву, без денег, без вещей, как он писал тоже. На Брянский вокзал он, так сказать, приехал, нынешний Киевский. И его город очень заинтересовал. Он был вообще человек городской. Булгаков был городской человек. Он деревню не знал и недолюбливал, о чем он признавался сам. Он городской человек. И Москва вот эта огромная, она его очень заинтересовала. Тем более, что она была чрезвычайно яркая по-своему. Все менялось в ней, понимаете, в этой Москве. Там можно было по-разному относиться к революционной власти, но он-то относился отрицательно, скажем так. Но то, что это было интересно, это, как говорится, не отнимешь этого. И это было ему очень интересно. И поэтому вот он пишет, например, вот я цитирую одно из его произведений того времени. «Нет пагубней заблуждения, как представить себе загадочную великую Москву 1923 года, отпечатанную в одну краску. Это спектр, световые эффекты в ней поразительные, контрасты чудовищные». Ну, интересно, жить в городе, где световые эффекты поразительные. И где, ну, интересно, конечно, и где контрасты чудовищные. Вот. Значит, в другом месте, в очерке 40-40 он пишет, что бы ни происходило, что бы вы ни говорили, Москва-мать, Москва-родной город. То есть, он как бы очень в эту жизнь вошел. Ну, и последнее, что на эту тему я скажу в качестве вступления. Но это просто невозможно не процитировать. Это невозможно не процитировать. Вы сейчас просто поймете, что это, ну, как бы цитата прям такая, что она для нас предназначена. Понимаете? Для моего рассказа просто предназначена. Вот он пишет. «Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921-1924 годов. О, нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Где я только не был, на Мясницкой сотни раз, на Варварке в Деловом дворе, на Старой площади в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Москву 20-х годов я знаю досконально и намерен ее описать. Но описывая ее, я желаю, чтобы мне верили. Если я говорю, что это так, значит, оно действительно так. На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида». Конец цитаты. Понимаете? Ну, это как бы для экскурсовода прямо цитата замечательная, да? Тем более, что мы сейчас так вот такую экскурсию, как бы, ну, не сходя с места, как говорится, но и будем проводить, да? Вот, и вот первый наш адрес, к которому мы сейчас подойдем, уже приходим, это вот этот дом. Это знаменитый дом на Сретенском бульваре. Ну, мы видим один из его корпусов, у него два корпуса, он огромный, гигантский дом. Да, гигантский дом на Сретенском бульваре, с башней на угловой, там, значит, с массой там всяких украшений разнообразных, чего там только нет в декоре. И крокодилы, например, там есть, и летучие мыши там есть, там много чего есть. Он очень необычный такой дом. Вот, он нас будет очень интересовать, и мы, значит, с него, как говорится, и, собственно, начнем, да? Вот. Дом этот был построен, закончили его в самом начале 20 века, в 1902 году, архитектором Проскурниным. И строился этот дом, а гигантский по тем временам, для страхового общества Россия, которое часть своих огромных капиталов вкладывала в строительство доходных домов. И дома эти, конечно, были предназначены жильцов очень таких состоятельных. У этого дома, например, была своя электростанция, например, персональная, как говорится. И был артезианский колодец, откуда вода качалась, понимаете, для... И чего там в нем только не было. Вот. И, кстати, и сейчас, вот если с одной стороны там пройти, со стороны переулка, не со стороны бульвара, даже не помню, есть ли там это со стороны бульвара, но со стороны переулка точно. Там на решетке ворот до сих пор можно прочесть три буквы. С.О.Р. Страховое общество России. Она сохранилась. Это решетка с этими буквами. Вот есть. Значит, ну, какое отношение все это имеет к Булгакову? А к Булгакову это имеет отношение самое прямое, потому что, приехав в Москву, он пошел в этот дом, так сказать, искать работу. И получил ее здесь. И он об этом пишет следующим образом в своих записках на манжетах. В таком произведении записки на манжетах. Он пишет так, я его цитирую. В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Но это художественное произведение. На самом деле, на самом деле, у него были основания пойти именно сюда. Это не то. Он пишет так в записках на манжетах, но в сущности у него были. Дело в том, что, ведь он же во Владикавказе был работником местного политпросвета, и у него был соответствующий документ. А здесь-то находилось, помимо всех прочих учреждений, а учреждений здесь было гигантское количество. Потому что, естественно, что после революции богатые жильцы этого дома либо сами уехали, но кто по расторопней понимал, что ничего хорошего их здесь не ждет. А кто не уехал, был выселен отцу. И поэтому здесь гигантское количество, он был набит учреждениями самого разного толка. И, в частности, здесь находился главполитпросвет. То есть, политпросветы были региональные, а здесь-то был главполитпросвет. А Булгаков был работник Владикавказского политпросвета. Поэтому для него совершенно естественно было пойти в главполитпросвет. Возглавляла главполитпросвет Крупская. И он пошел сюда, вот в этот дом. И он даже дает нам адрес в записках на манжетах, где он работал, да? Где находилась эта комната, как говорится. А что он себе представлял? Значит, он работал в литературном отделе. Здесь он работал в ЛИТО. ЛИТО, главполитпросвет. Что собой представлял эта комната, я сейчас скажу. Вот. Но он дает адрес точный. Шестой подъезд, третий этаж, квартира 50, комната 7. Понимаете? Вот. И, значит, и он пошел. И он себе представлял, что вот он придет, но это в записках на манжетах так. Конечно, опять же, да, это литературное произведение. Но определенное, конечно, нас относится к действительности. Он представлял себе так. Вот он придет в литературный отдел. Как это будет выглядеть? В первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественная тишина. В кресле, конечно, кто? Да Максим Горький. Вот он придет, будет сидеть какой-то солидный писатель. Там литературный отдел главполитпросвет. Что на самом деле было? Плетеный дачный стул, пустой деревянный стол, раскрытый шкаф, маленький столик вверху ножками в углу и два человека. Один высокий, очень молодой в пенсне, другой седоватый старик. Все. Это был весь штат этого ЛИТО. И все его имущество. Больше ничего абсолютно не было. Но оба эти персонажа, как он пишет в другом месте, старик, похожий на обритого Эмиля Золя. Это был Алексей Федорович Готфрид, заместитель Серфимовича. И высокий, очень молодой в письме, это такой литератор Богатырев. Значит, ну вот, понимаете, и Булгаков пишет, он начал работать. Понимаете, он начал работать в этом ЛИТО. И Булгаков пишет в записках на манжетах, в конце 21-го года литературой в республике занимались три человека. Старик, в скобках драмы, он, конечно, оказался не Эмиль Золя, а не знакомый мне. Молодой, тоже не знакомый стихи. И я, в скобках, ничего не писал. Вот три человека, которые занимаются там литературой в республике. И он описывает, что, собственно, в этом ЛИТО было. В ЛИТО не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко, ничего не было. Ничего не было. Ну, значит, что они, собственно, должны были делать? Они должны были что-то делать, но делать они ничего, собственно говоря, особо не могли. Они должны были давать консультации молодым писателям. Но писать туда не шли. Они, во-первых, не знали существование ЛИТО. Во-вторых, они думали о том, как бы не умереть с голоду, и что им есть завтра. Им консультации нужны были в малой степени. Значит, консультации они могли давать, но некого было давать. Они должны были рекомендовать книги определенные к печати. Ну, они могли рекомендовать, но печатать текстурами печатали. Бумаги не было. Рекомендую, не рекомендую. А печатать текстурами было невозможно. Понимаете, поэтому... Ну, что они еще делали? Они писали лозунги. Вот это они делали. Лозунги требовались разные. Они, значит, сочиняли лозунги. И они же образовывали комиссию, которая должна была принимать лозунги. Потому что кто-то же их должен был утвердить. Те самые люди, которые их писали, они их в качестве комиссии. И утверждали. И Булгаков пишет. Я, писавший лозунги, не имел ничего общего с темною, который принимал и критиковал лозунги. Лозунги были разные. Ну, даже в стихах писали, например. Я сейчас один приведу, он на невеселую тему. Ну, значит. В неоплатном, братец, долге, ты стоишь разине рот. Помоги скорее, Волги мрет там с голода народ. В таком несколько веселом стиле, хотя ничего веселого здесь нет. Так как любили, понимаете, новые слова разнообразные, то, например, писали вот такое. «Транспортная кооперация путем нормализации, стандартизации и инвентаризации спасет мелиорацию, электрификацию и механизацию». Вот тоже, значит, такого рода. Вот все это, так сказать, они сочиняли. Вот получали зарплату. Вот, значит, заполняли ведомости на получение зарплаты. Они ее получали. Но зарплату они могли... Зарплату платили нерегулярно. Деньги катастрофические, так сказать, дешевели. Вот, и считали там миллионами, которые для кратства называли лимонами. Миллиарды называли лимонардами. Вот, ну и, значит, а иногда и не было денег, выдавали спичками. Однажды выдали бутылками когора. Можно было пойти на рынок и, значит, когор там или спички продавать. То есть, это был фантастический абсолютно быт. И когда мы читаем Булгакова, он же человек склонный к фантастике вообще, то это в определенной мере еще от жизни, конечно, идет фантастически. Вот, позднее он вспоминал это время. Я хочу процитировать это. Позднее, да? Теперь, когда все откормились жирами и фосфором, поэты начинают писать о том, что это были героические времена. Категорически заявляют, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный, рожденный ползать. И ползая по Москве, чуть не умер с голоду. Никто кормить меня не желал. Я оказался как раз посередине обеих групп. Буржуи гнали меня при первой же взгляде на мой костюм в стан пролетариев. Пролетарии выселяли меня с квартиры на том основании, что если я и не чистой воды буржуй, то во всяком случае его суррогат. Я перенял защитные приемы в обоих лагерях. Я оброс мандатами, как собака шерстью. Надо было в разных бумажках оброс мандатами, как собака шерстью. Ну и, значит, матери, он пишет, в 21-м году, в ноябре, в Москве считает только на сотни тысячи миллионы. Черный хлеб 4600 рублей фунт, белый 14 тысяч. И цена растет и растет. А зарплату он получал, вот, некоторое время 12 тысяч 150 рублей. Это можно было, как вы понимаете, купить там немного хлеба. Вот, на эту зарплату. Вот, собственно, и все. Вот, ну, надо сказать, что он работал недолго в Лито. Потому что его закрыли. Ну, два месяца он, примерно, работал. И его закрыли. Потому что, ну, а что его? Оно ничего не делало, в принципе, делать не могло. И он пишет матери в Киев. Первая служба оказалась скоротечна, как чахотка. Значит, его закрыли, это самое Лито. Но, вот, сам дом этот, понимаете, он запомнил хорошо, да? И этот дом вошел потом, по крайней мере, в два его произведения. В повесть Дьяволе Ада и в рассказ воспоминания. Ну, вот, я сначала о повести Дьяволе Ада скажу. Где мы попадаем в этот дом, понимаете? Вот, там сюжет этой повести, ну, я не буду его пересказывать, да, но там... Там есть такой тихий человек, делая производитель, такой канцелярский работник. Его фамилия Коротков или Коротков. И в силу разных обстоятельств он мечется по Москве, по разным учреждениям. Ну, вы понимаете, чем это может кончиться. Это и кончается. Он сходит с ума. Вот, и бросается, значит, с крыши на другого дома. Не этого. Мы знаем, с какого дома он бросается, забегая вперед, скажу. Это дом Нернзея. Знаменитый дом Нернзея, который стоит неподалеку от Тверской. И он бросается, этот самый Коротков, герой, значит, повести, он бросается, так сказать, с крыши. В общем, так сказать, кончает жизнь самоубийством. Но он попадает и в этот дом. И вот по ходу действия. И, значит, дом показан фантастически. И пояс такая фантастическая. Поэтому я вот, прецитирую, я в ляду. Мы сейчас как бы войдем в этой повести в дом. Ну, ему надо там найти бюро претензий, по ходу там сюжета. Вбежав в вестибюль, Коротков просунул голову в четырехугольное отверстие в деревянной загородке и спросил у громадного синего чайника. Где бюро претензий, товарищ? Восьмой этаж, девятый коридор, квартира сорок первая, комната триста вторая. Ответил чайник женским голосом. Восьмой, девятый, сорок первая, триста, триста, сколько бишь? Триста вторая вормотал коротко, взбегая по широкой лестнице. Восьмой, девятый, восьмой. Стоп, сороковой. Нет, сорок второй. Нет, триста вторая мычал. Ах, боже, забыл. Да, сороковая, сороковая. И он, значит, поднимается, ничего нету, никакого бюро претензий нет, найти это невозможно. И он бегает там, понимаете, по этому зданию гигантскому. Подумав немного, он полетел налево, ища лестницы вниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изгибам коридора. И через пять минут оказался там же, откуда выбежал. Дверь номер сорок. Ах, черт, ахнул Коротков, потоптался и побежал вправо. И через пять минут опять был там же. Номер сорок. Ну, в общем, он заблудился. Но в конечном итоге он все-таки находится с трудом. Ну, не сразу. Он бегает, понимаете, он бегает. И ему навстречу выходит там женщина, видимо, уборщица. Вышла сморщенная коричневая баба с пустыми ведрами на коромысле. Баба, баба, тревожно закричал Коротков. Где бюро? Не знаю, батюшка, не знаю, кормилец, ответила баба. Да ты не бегай, миленький, все одно не найдешь. Разе мыслимо десять этажов. Ну, значит, она ему, в общем, не найдет. Но в конечном итоге он все-таки находит это бюро претензий. И когда он входит, тоже с ним происходят, так сказать, ну, в общем, такие события странные. Коротко вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел крайней, смуглый и матовый. Поклонился и хотел что-то сказать. Но брюнетка вдруг перебила его. Взоры всех женщин устремились на Короткова. Выйдем в коридор, резко сказала, матовая, и судорожно поправила прическу. Брюнетка вывела Короткова, значит, вывела Короткова и в полутьме пустого коридора сказала, вы ужасны. Из-за вас я не спала почти всю ночь. И, значит, будь по-вашему, я отдамся вам. За кого она приняла его, пойти, непонятно. Но, в общем, она собралась ему отдаться, понимаете. Не спала всю ночь и приняла решение. Это его несколько обескуражило, потому что он как-то вообще пришел совсем за другим. Ну, в конечном итоге он сходит с ума, так сказать. Ну, и называется это поезд дьяволе ада. И, значит, кончает жизнь самоубийством, но уже прыгает с крыши другого дома. Так что вот этот дом, он хорошо помнит. А второе произведение, где мы попадаем в этот дом, это его рассказ «Воспоминания», где он описывает свой визит к Крупской. Дело в том, что ведь он работал недолго, но под руководством Крупской. Она возглавляла главполитпросвет. А отдел главполитпросвета, это отдел главполитпросвета. Ну, и он ушел, значит, и служба его кончилась очень быстро. Вот, но Крупской он знал. И она даже вот является прообразом в определенной степени Критской из дьяволе ады. И когда он уже не работал в Лито, Крупская ему очень помогла. Она для него сделала очень хорошую вещь. Потому что, ну, я тут забегаю вперед, но сразу же скажу, потому что это с этим домом связано. Вот, дело в том, что ведь жить-то было негде. Вот они приехали с женой, сначала жена, потом он. Значит, у них, как говорится, понимаете, жилья нет. Они по родственникам, по этим, понимаете, скитаются. Вот, и там спят на стульях, на чем угодно они спят. И, как говорится, дальше-то что? И в конечном итоге, в общем, их приютил у себя, это мы будем об этом говорить подробно чуть позже, да? Их приютил у себя такой Андрей Михайлов Земский. Андрей Михайлов Земский был мужем сестры Булгакова Надежды Афанасьевны. Вообще, у Булгакова было два брата и четыре сестры. В их семье было семеро детей, и он старший. Он старше, у него было два младших брата и еще четыре младших сестры. И вот одна из этих сестер, Надежда Афанасьевна, она была замужем за Андреем Михайловичем Земским. А у него была комната, понимаете, в коммунальной квартире. И вот он с женой, так сказать, их там у себя приютил. И вообще даже им оставил эту комнату, он уехал в Киев, потому что его жена в это время была в Киеве, и он собирался к ней уехать, и уехал. Я сбегаю вперед такой. Но Булгаков понимал, что, понимаете, у него же нет никаких документов, его выгонят оттуда. И тогда он пошел к Рубской, почему я все это здесь и рассказываю, в этот дом, понимаете? Вот, он написал такую бумагу Булгаков. Прошение об ордере на совместное жительство с Андреем Михайловичем Земским. Понимаете? Ну, вот как бы прошу ордер на совместное жительство, да. Хотя бы Земский-то собирался уехать в Киев и уехал. Вот. И он пришел к Рубской сюда. Вот. И она посмотрела, он описывает этот визит, и она посмотрела на ее бумагу, прочла и написала ему. Прошу дать ордер на совместное жительство. Подписалась Ульянова. Все. Понимаете? И он так был обрадован этим, потому что это, ну, понимаете, это все-таки не абы кто, да. Вот. И это для него очень многое решало. И поэтому он и даже, как он пишет в этом рассказе, воспоминания об этом визите, забыл ее поблагодарить. И поэтому в этом рассказе он так и пишет. Благодарю вас, Надежда Константиновна. Понимаете? И он пришел с этим ордером, и все. Понимаете? И он получил прописку в Москве, говоря нашим языком. Законное жилье. Благодаря Крупской. Это он описывает в рассказе, воспоминаниях, свой визит сюда. Вот. Но мы пойдем, как говорится, дальше. И наш следующий адрес, чрезвычайно важный. Вот. Это вот этот адрес. Мы сразу и попали. Куда надо. Это Тверской бульвар. Это Тверской бульвар. И вы видите сейчас, да. Вот. Ну, кстати, да. Кстати. Позднее свои... Сейчас мы сюда уже пришли, но я просто еще одну цитату вам приведу. Он позднее, поскольку он человек с большим юмором и, в общем, описывает вот это их скитание по разным родственникам. Позднее. Следующим образом. Я процитирую. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза на стульях. И один раз на газовой плите. А на шестую ночь я пошел ночевать на Причистинский бульвар. Он очень красивый, этот бульвар, в ноябре месяце. Но ночевать на нем нельзя больше одной ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Понимаете? Ну, в ноябре, конечно, ночевать на бульваре не очень удобно. Понимаете? Ну, вот. Значит, так что они там с женой там по разным местам, как говорится, двигались. Здесь ночевали в разных местах. Ну, в конец, в конец, в конец, в итоге мы дойдем до дома, где они оказались. Вот. Что касается профи... Да, чем он занимался? Ну, бюро, лето-то закончилось. Вот. Чем угодно. Вот. Он некоторое время был конферансье в каком-то жалком театрике. И спал там на этих декорациях. Понимаете? Вот. Работал в таком торгово-промышленном вестнике, в таком издании. Ну, в общем, перепробовал несколько работ, эфемерных таких. Вот. Ну, а вот мы сейчас уже на Тверском бульваре находимся. Это чрезвычайно важный адрес булгаковский в Москве. И о нем сейчас, как говорится, речь у нас и пойдет. И пойдет. Вы видите ворота, да? Ворота. И вот слева, да? Пилоны. Пилоны, да? Ворот. На левом пилоне написано, это даже можно прочесть, литературный институт. Ну, потому что с 1933 года, вот, по инициативе Горького был образован литературный институт. Первый мир, кстати, где начали учиться начинающие писатели. Вот. Литературный институт. Но это с 1933 года. Понимаете? Вот с 1933 года. И вот это надписи есть. А вот справа вы видите на другом пилоне то, что мы сейчас не увидим, если придем туда. И вообще, я не знаю лично, где это находится все. А находится-то замечательная мемориальная... Находилась, вернее, замечательная мемориальная доска, которую булгаков, конечно, видел, как и все, кто в этот дом приходил. Это мемориальная доска с профилем Герцена. Скоро вы ее увидите на экране получше, да? Вот, с профилем Герцена. И она совершенно не случайно здесь, как бы, и находится, вернее, находилась. Вот она. Вот она. Понимаете? В увеличенном размере. Делал ее замечательный скульптор Николай Андреев. Автор памятника Гоголю. У дома, где умер Гоголь. Автор памятника Александру Николаевичу Островскому. Малу театру. Автор памятника Федору Газу, да, известному, значит, ну, святому доктору и так далее. Вот. Вот Андреев сделал. И обратите внимание, что здесь не только написано, что это Герцен, да, и профиль, но и три даты. Три даты. Это год рождения Герцена, 1812-й. Год его смерти, 1870-й. А третья дата, как вы видите, 1920-й. Это год 50-летия со дня смерти Герцена и год установки этой мемориальной доски. Но она была сначала установлена не на пилоне ворот. Вот, пожалуйста, видите. Сейчас мы ее видим на пилоне ворот. Да и я ее прекрасно помню на пилоне ворот. Но первоначально она была не на пилоне ворот, а на самом доме, который в глубине, вы видите. Потому что в этом, ее позднее просто перенесли. Сейчас она вообще не там, не здесь. Вот. Значит, дело в том, что в этом доме родился Герцен просто. Он родился в 1812-м году. Но сейчас мы увидим этот дом, главный дом усадьбы, просто ближе. Вот он. Вот. Если войти во двор, можно увидеть вот этот самый дом. Да? Вот. И Булгаков его описывает в романе «Мастер и Маргарита». Я цитирую роман. Старинный двухэтажный дом, кремового цвета, помещался на бульварном кольце, в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резной чугунной решеткой. Решетка эта сохранилась, она и сейчас там есть. Та самая, которая в романе «Мастер и Маргарита». Вот, ворота, есть и решетка тоже. Понимаете, вот. Пусть вас не смущает, что он пишет старинный двухэтажный дом. А мы видим три ряда окон прекрасно. А Булгаков этот дом знал замечательно. И он не ошибается. Нижний этаж просто полуподвальный. Нижний этаж полуподвальный. Да, так что, в сущности, это двухэтажный дом. Вот. И в этом доме родился Александр Иванович Герцин в 1812 году. Когда он родился, этот дом принадлежал брату его отца. Не отцу Герцина принадлежал этот дом, Ивану Алексеевичу Яковлеву, а брату отца, Александру Алексеевичу Яковлеву. И в этом доме так сложились обстоятельства, что родители Герцина, когда он у них родился, они, значит, жили здесь. Вот он и родился. Да, известно, комната, в которой он родился. Вот. А так как он умер в 1870 году, то в 1920 году исполнялось 50 лет со дня смерти Герцина. Вот эту мемориальную доску. И поставили. Но, значит, дело было не в мемориальной доске. Для нас это важнее, хотя и доска там замечательная. Куда она исчезла, я не знаю. Ее где-то лет 17 уже нет на месте. Понимаете, ни на доме, ни нигде. Вот. Замечательная этой доски. Так вот, значит, дело в том, что, когда был юбилей, вот этот 50 лет со дня смерти Герцина, было принято решение Советом Народных Комиссаров отдать усадьбу, а здесь же не только главный дом, еще два флигеля рядом там, отдать эту усадьбу в распоряжении писателей. Поскольку Герцин был писатель, деятель освободительного движения, предшественник большевиков, как они считали. Понимаете, вот. Ну, они могли считать, кого хотеть, да, предшественниками. Вот. Предшественники большевиков. И, значит, вот отдали писателям. И все это назвали дома имени Герцина. Но название дома имени Герцина, в общем, не прижилось. А сократилось до дом Герцина. И все так говорили дом Герцина. И это официально даже писали. И бумаги были, такие документы, где написано дом Герцин. Это стал такой писательский центр Москвы. И, конечно, все знали, что в этом доме родился Герцин. Но если человек даже хотел бы этого не знать, он все равно бы это узнал. Потому что мемориальная доска, понимаете, вот. И все это знали. И название это было дом Герцина. Что для нас имеет значение, как мы скоро хорошо увидим. Ну, я вам хочу так для порядка сказать. Ну, просто для порядка, да. Что, конечно, писатели не сразу заняли весь дом. Я историю этого дома неплохо знаю. Поэтому я вам скажу. Что в 1920 году писателям были отданы флигеля. И в них образовалось общежитие писательские. Там были общежития. Вот. А в самом главном доме... Кстати, хочу вам сказать, что в общей сложности сначала в этих двух флигелях писателям принадлежало... Сейчас вам скажу. Не более 10 комнат. Сначала. Ну, такие вот писатели. Потом это расширялось. Вот. Значит. А в самом доме до 1923 года писатели имели... Сначала только два зала вместимостью в общей сложности до 150 человек. А дом в основном занимала организация под названием Рау Спирт. Да. Рау Спирт. Видимо, акцизное какое-то такое управление, которое выдавало ордера на спирт. Тогда же это все еще, понимаете, сухой закон, понимаете, до смерти Ленина был. Нормировалось все это. Между прочим, в этом доме была редакция очень известного энциклопедического словаря «Гранат». Был такой словаря. И долго она находилась. Вот. То есть писатели, они не сразу получили все это. Понимаете, они соседствовали со спиртом. Ну, может, даже неплохо там с одной стороны. То есть спирт рядом, как говорится. Вот. Ну, это шутка. Это шутка, да. Это шутка. Вот. Значит. Теперь вот в доме разместились самые разные писательские организации. Тогда их было много, разнообразных. Понимаете, и кого здесь только, как бы, не было. И крестьянские писатели отдельно, и пролетарские писатели отдельно. Но, кстати, между прочим, основной-то вот владелец дома тогда, это были не пролетарские писатели, а Всероссийский союз писателей, которых пролетарские называли попутчики. И эти Всероссийский союз писатели, они не были коммунисты. Понимаете? Нет. И они, так сказать, к советской власти относились там в разной степени прохладности. Ну, как бы, признавали, но марксистами не были. Вот. И поэты тут отдельно существовали, понимаете? То есть, к всякой твари попали тут, понимаете, было. Вот. И, соответственно, почему это для Булгакова-то было важно? Он в Москву приехал, но он же хотел в литературу войти, понимаете? А как в нее войти? Вот. Вот. Надо было попасть в этот дом, понимаете? То есть, стать своим в этом доме в какой-то степени. И поэтому Михаил Афанасьевич, он и становится, приехав в Москву очень скоро членом литературной организации, которая называлась «Литературное звено». Литературное звено. И он периодически сюда приходил, когда собирался это литературное звено. Ну, и участвовал в собраниях этого литературного звена. А на этих собраниях собирались литераторы, они читали то, что они написали к этому времени, и все это обсуждалось. И все это обсуждалось, как обычно. И вот однажды, однажды, произошел такой эпизод, который мы знаем там из мемуаров. Значит, вот они собирались. Они собирались, кстати, в зале в центральном этаже. Там стоял такой огромный стол, овальный, покрытый сукном. Все рассаживались за этим столом. И вот однажды глава этого объединения, «Литературное звено», это был профессор литературы, звали его Львов Рогачевский. И он представлял тем, кто собрался в этот раз, две книжки, которые в Харькове были в Харькове. Только что изданы. Два молодых писателя в Харькове выпустили свои первые произведения. И Львов Рогачевский их показывал и говорил о том, что вот это очень хорошо, что это такие ласточки новой литературной весны. Но это можно понять, потому что это 21-й год, все-таки гражданская война заканчивается, так или иначе. Вот начинается печатание молодых писателей. А Булгаков сидел с ним рядом. Он сидел рядом за столом, и он попросил эти книжки посмотреть во время выступления Львова Рогачевского. И когда Львов Рогачевский закончил, Булгаков взял слово и прочел в одной из книжек следующее. Он привел цитату из произведения. Молодые рабочие, Таня и Ваня, лежали обнявшись в кустах и шептались о мировой революции. А затем шепотом пели интернационал. Он привел цитату из произведения. И в своем выступлении Булгаков коротком говорил, что с его точки зрения так писать нельзя. Потому что, судя по контексту, автор не собирается никого смешить. Это не юмор, что Таня и Ваня лежат, понимаете, там в кустах обнявшись и шепотом поют интернационал. А вот это как бы положительная характеристика с точки зрения автора этих героев. Но это смешно, вот мы читаем, значит, это вызывает совсем другой эффект. И поэтому Булгаков так писать нельзя, и он закончил свое выступление такими словами, что в России был Лев Толстой, а после Толстого в России нельзя писать плохо. На этом он закончил. И это очень такой показательный момент для Булгакова. Ну, кстати, вот Михаил Афанасьевич примерно в это время, да, примерно, вот, с таким пробором демонстративным, который он себе соорудил, не случайно. Вот, значит, это очень показательно, вот его выступление очень показательно в нескольких отношениях. Значит, первое, он, конечно, был человек, который очень видел в жизни юмор. И он, конечно, не мог пропустить эту смешную фразу. Он перелистывал, много времени у него не было, естественно. Ну, вот, смешная фраза, его глаз на этом остановился. Но важнее здесь другое, понимаете, вот для него как бы, вот был Лев Толстой. После Толстого в России плохо писать нельзя, да, то есть есть уровень там, понимаете. То есть он был такой человек, ориентированный в значительной степени на традицию. На традицию, на, ну, так сказать, не то же консервативную, но как бы вот на это. А это совсем, время как бы было совершенно другое, наоборот, да. Очень многие считали, что всю эту традицию надо отправить на сломка лица. Какого черта нам нужен Лев Толстой, понимаете. Ну, зачем он нам? Он был граф, сидел в Ясной Поляне, понимаете. Но мы же не графья. Вот, какое нам дело до его там Андрея Балконского? Мы живем совершенно другой жизнью. У нас совсем другие чувства и мысли. Мы строим новый мир. Нужна нам эта Наташа Ростова, да, на какой черт она нам сдалась. Вот, или Пушкин этот, понимаете, с его любовными стихами, каким-то светским красавицем. Они нам совершенно не интересны, понимаете. То есть, мы строим совершенно другую жизнь, да, новый мир, да. И все это мы должны отменить, да, отменить все это. Вот, и таких цитат можно много привести на этот счет. И люди приветствовали это все разрушение. Вот, и Маяковский приветствовал. И я цитирую Маяковский, сейчас приведу цитату из него. Вот, в одном из своих произведений, например, Маяковский пишет. Ну, он пишет, что революция произошла, это хорошо. А дальше он пишет, а почему не атакован Пушкин и другие генералы классики? Надо атаковать и старую культуру. Но я могу понять Маяковского, действительно, этим Пушкиным, как говорится, ну, били по голове всем этим новаторам, да. Вот, Пушкин писал не так. Это я могу понять. Другое дело, что слово генерал здесь очень нехорошее. Ведь слово генерал, это отрицательная характеристика сразу тогда. Ведь в Красной Армии не было никаких генералов. Вот, генералы были в Белой Армии, поэтому, когда он называет Пушкина генералом, это просто, ну, ярко-отрицательная характеристика. Вот и все. И такого было много, понимаете, такого было много. Вот, что касается Булгакова, то он занимал совершенно другие позиции. Очень такие, как бы, ориентированные на традицию. И это выражалось и в костюме, понимаете, и в манере одеваться. Почему вот эта фотография для нас тоже интересна. Понимаете, жил-то он очень бедно. Он жил очень бедно. В жуткой коммуналке они жили с женой. Ну, это скоро мы будем об этом говорить, да? Вот. Но при этом, видите, вот костюм с галстуком у него. Пробор такой он себе соорудил. Демонстративный. Вот, понимаете. То есть, внешний вид ориентирован на традицию. Это раздражало, надо сказать, людей вообще. Вот такой вид он раздражал. И Булгаков знал, что он раздражает. Понимаете, это совершенно сознательно. Это костюм, который мы видим на экране, вот этот вид, это вид буржуазный. Или интеллигентский. Ни то, ни другое, ничего хорошего нет. И в буржуазии нет ничего хорошего, и в интеллигенции ничего хорошего. Но Булгаков-то, он вот так хотел выглядеть. Так он и приходил в этот дом, в частности. Теперь, значит, может возникнуть интересный такой вопрос. В романе «Мастер и Маргарита» он превратил дом Герцена в дом Грибоедова. Ведь всё, что мы читаем в «Мастере и Маргарите» по поводу Массолита, дом Грибоедова, это всё вот этот дом, понимаете, о котором мы говорим. Ну, так вот вопрос-то следующий. А почему у него это стал именно дом Грибоедова? Я понимаю, что не дом Герцена, это же художественное произведение, и он не описывает реальную Москву, да, там, в художественном произведении. Но почему именно Грибоедова? Вот вопрос. Почему это не дом Толстого, например, или там, Достоевского? Он взял именно имя Грибоедова, да? Вот, есть в этом, вот, это, можно что-то предположить здесь? Или, так сказать, да, есть определённые предположения, почему это стало именно домом Грибоедова. Дело в том, что этот дом связан не только с Герценом, но он косвенным образом связан с Грибоедовым. И следующим образом. Ведь, вот, родился Герцен, да? Он родился в усадьбе брата отца, да? Значит, брата отца звали Александр Алексеевич Яковлев. А кто потом был владельцем этой усадьбы? Сын этого Александра Алексеевича Яковлева. Его звали Алексей Александрович Яковлев. То есть, это был двоюродный брат Герцена. Алексей Александрович Яковлев, да? И Герцен приходил к нему. Молодой, юный Герцен приходил к своему двоюродному брату. Сюда вот, понимаете? А это был очень интересный человек. Вот этот Алексей Александрович Яковлев. Он был вообще человек, которого в первую очередь в жизни интересовала наука. Причём естественной науки. То есть, математика, физика, химия, понимаете? И во всём этом доме, во всей усадьбе, которой он владел, да? И в этом доме. Он жил следующим образом. Значит, этот самый Алексей Александрович Яковлев. Жил он следующим образом. Значит, в одной комнате он устроил себе свою лабораторию. Там у него были разные приборы. Он делал физические и химические опыты. Это в одной. В другой комнате он жил. В третьей комнате жила его престарелая мать. А всё остальное в доме его не интересовало. Поэтому слуги делали, что хотели. Но они его кормили, естественно. Там стирали бельё. В остальном они занимались там своим делом. Поэтому Герцен пишет в былом и думах, что когда он приходил к своему двоюродному брату, он, входя в этот дом, он проходил через комнаты, где были рамы без картин, картины без рам. То есть, конечно, эти слуги его, конечно, обкрадывали, я думаю, владельца. Но они просто там вообще, я думаю, просто воровали там, как говорится, страшным образом. В общем, был такой хаос, понимаете, вот в этом доме. Слуги там слонялись, делали, что хотели. И вот Герцен проходил и приходил в комнату, вот эту лабораторию своего двоюродного брата, Алексея Александровича Яковлева. И Герцен пишет в былом и думах, в этой комнате я когда-то родился. Действительно, в этой комнате родился, а теперь там была эта лаборатория. Какое-то всё это имеет отношение к грибоеду. И скажешь, ну а при чём тут грибоедов-то? Но дело в том, что Алексей Александрович Яковлев попал в горе от ума. Вот, даюрный брат Герцен. Он там на сцене не появляется, но о нём говорят. Там приезжает Фамусову на вечер. Ну мы же что видим в горе от ума? Там все съезжаются, да? Ну там сюжет такой. Вот. И вот приезжает там, значит, одна из гостей и говорит о своём племяннике. Он химик, он ботаник. Князь Фёдор наш племянник. От женщин бегает и даже от меня. То есть вот мой племянник, он какой-то ненормальный. Понимаете? В отличие от нормального дворянина, который должен по баллам там ездить, понимаете? А он занимается ерундой, понимаете? Наукой. Вот. Значит, с её точки зрения, значит, не совсем нормальный человек. Так вот, под именем князь Фёдор представлен был именно двоюродный брат Герцена, владелец этой усадьбы. Алексей Александрович Яковлев. Поэтому с грибоедовым косвенным образом эта усадьба тоже связана. Хотя бы так, да? А Булгаков, надо сказать, он очень интересовался историей Москвы. И мы знаем, например, что, например, одной из наиболее любимых улиц у него в Москве была Причистенка. И он даже собирался написать роман Причистенка. На Причистенке и вокруг жили его друзья многочисленные, которых он так и называл, Причистенские друзья. И даже есть мемуары одной из знакомых Булгакова, что он шёл как-то с ней по Причистенке, показывал ей дома на этой улице, и говорю, кто владелец был, кто построил этот дом. Он вообще Москвой интересовался, понимаете? Вот. Это первая нить, которая связывает с грибоедовым, понимаете? Этот дом, который попал в роман мастером, говорит, это как дом грибоедового. Но есть и другая нить, и очень интересная. И тоже очень интересная. И я о ней тоже скажу. Дело в том, что в связи со смертью грибоедова, 100 лет со смертью... Ну, грибоедов, как известно, был убит в Тегеране. Ну, значит, когда он был там послом, да? Его там убили. И вот когда было 100 лет со дня смерти грибоедова, в связи с этим был установлен, и могу вам сказать, в каком году, в 29-м году, в 1929 году, на Сретенском бульваре был установлен бюст грибоедова. Он был очень смешной. Вот. Это был очень неудачный бюст. Да. Потом его убрали. Скульптора Луцкого. Такой был скульптор Луцкий. Но вы можете найти в интернете. Он очень смешной. Вот. Был такой его изображение. Даже не бюст, какое-то такое изображение странное. Вот. Ну, его убрали. А где он находился-то, когда его убрали? Или еще до установки. Я даже сейчас не могу вам точно сказать. Или еще не установили. Или потом. Находился он вот в каком. Этот бюст Булгаков точно видел. Находился этот бюст на Тверском бульваре, где мы сейчас с вами находимся. Но не в этом доме, а на противоположной стороне бульвара в доме 24. А в доме 24 некоторое время собиралось такое общество литературное. Никитинские субботники. Главой этого общества была такая Евдоксия Никитина. Ну, была такая. Вот. Это отдельный сюжет. И вот это общество, где собирались эти литераторы. И Булгаков бывал много раз. И вот там стоял этот бюст работы Луцкого. Но на него невозможно было не обратить внимание, потому что он смешной. Понимаете? Он смешной. А Булгаков, с его взглядом, смешно. Понимаете? Но не мог его не заметить. Поэтому, может быть, еще и по этому дому Грибоедова. Понимаете? Может быть, по этому. Во всяком случае, этот дом, да, он имеет как бы и косвенную связь с Грибоедовым, а может, еще и через бюст. Вот через этот. Который тоже был в Тверском бюст. И вот таким образом, значит, он превращается в романе, да, в дом Грибоедова. И Булгаков поселяет в этом доме массолит, выдуманную им самим, конечно, литературную организацию. И, как мы знаем, он, значит, ну, в романе Массио Горита издевается и над этим массолитом, и над членами этого массолита. Вот. И фамилии их достаточно выразительные. Даже, может быть, они такую большую роль не играют в романе, но у них фамилии замечательные. Богохульский, там, Павианов, поэт Рюхин. Вот поэт Рюхин, да. Там есть поэт Рюхин, да, Александр, тезка Пушкина, который, глядя на памятник Пушкина, а, между прочим, Пушкин-то стоял близко, да, мы же знаем, что Пушкин стоял как раз на Тверском бульваре, да, совсем недалеко от дома Герцена. И он стоял спиной, да, к дому Герцена, потому что Пушкин смотрел на Тверскую. Ну, памятник так был ориентирован. Поэтому у Багрицкого, у Багрицкого есть такие строки, у поэта Багрицкого, да, «За задницей Пушкина пышно цветет советская литература». Потому что там спиной, понимаете, Пушкин стоял. Вот, значит, и вот поэт Рюхину, Булгакова, значит, в романе «Мастер-магарита», я напомню, да, он думает, глядя на память Пушкин, что он сделал, за что ему такая слава, есть ли что-нибудь в этих словах буря мглою. Ничего нету, понимаете, вот. За что его? И он делает вывод, да, повезло, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие. Убил его этот, понимаете, Дантес, и бессмертие ему обеспечил. Ну, значит, вот, ну, значит, Масолит попал, таким образом стал Масолитом этот дом. И напомню, что, напомню, что в тот день роковой, когда завязывается событие этого романа, ровно в полночь, в 12 часов ночи, как сказано, в зале ресторана в этом доме, в доме Грибоедова, в ресторане, заиграл знаменитый грибоедовский джаз, как сказано в романе. Он играет, играет джаз, фокстрот, аллилуйя, реально существовавший в то время. Вот. И, значит, начинаются танцы. Ресторан был в полуподвале. Вот, значит, в полуподвале был действительно ресторан. Вот в полуподвале он был. Летом, конечно, столики стояли и на улице, во дворе. Ну, а основное помещение там. И, значит, начинаются танцы. И в разгар танцев сюда является поэт Иван Бездомный, член Моссолита, и просит всех немедленно прекратить танцевать и вместе с ним отправиться отлавливать нечистую силу, которая появилась в Москве. Ну, и он говорит правду, потому что к этому времени уже нечистая сила действительно в Москве появилась. Его увозят в сумасшедший дом, я имею в виду бездомного. очень быстро. И там, в сумасшедшем доме, он и знакомится, я напомню, с мастером, который там уже в это время пребывает. Вот. Ну, а мы отправляемся, значит, туда, где начиналось, начинается действие книги, да, то есть на Патриаршие, ну, это мы покаминуем, вот, на Патриаршие пруды. Вот сейчас мы уже на Патриарших прудах. Ну, пруда мы не видим, но это аллея у пруда, и это та самая аллея, которая нам нужна. Вот за эту аллею идет улица Малая Бронная, а нам и нужна, как раз вот эта улица будет. Ну, вот, таким вот образом. То есть мы уже оказались на Патриарших прудах. Ну, напомню, что действие книги начинается следующим образом. Да, вообще книга начинается с этой фразы. Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Первая фраза книги, которая нам дает место действия. Вот. Вообще вот вот эти места, вот эти места, где мы находимся, они более ранние названия, чем Патриаршие пруды, Казиха. Казиха. Потому что когда-то это было место, где, ну, там, в средневековой Москве, вот, когда-то был пустырь, бегали козы дикие, вот, и это называлось Казиха. И до сих пор там есть Казихинские переулки. Там есть и Малый Казихинский, и Большой Казихинский. А Патриаршие пруды это название 17 века, потому что, ну, пруд был не один когда-то. Там есть до сих пор и Трехпрудный переулок. Пруд был не один, но остался один. И у этих прудов там в 17 веке построили амбары Патриаршего житного двора. То есть, в этих амбарах хранился церковный хлеб. Жито. Патриарший житный двор. И поэтому пруды стали называть Патриаршие пруды. Что касается Булгакова. Булгаков жил неподалеку. Вот следующий наш адрес после Патриаршего Кудова, куда мы с вами сегодня отправимся, мысленно, это как раз дом, где он жил. А дом, где он жил, он совсем рядом. Понимаете? Не подалеку совсем. И поэтому Михаил Афанасьевич, он жил с 21 по 24 год, с 21 по 24, совсем рядом. И поэтому он приходил сюда, гулял там. Место очень хорошее. пруд, аллеи, тихо, тихое место было, оно и сейчас довольно тихое. В общем, шума никакого садового кольца там не слышно, хотя садовое кольцо рядом. Поэтому он приходил, гулял и начал здесь действие книги. Вот. Ну и, значит, дальше, значит, мы видим аллею, вот мы видим сейчас аллею на экране, да, где и садятся на одну из скамеек в начале книги Михаил Александрович Берлиоз, глава Масолита и Иван Николаевич Панариов, который пишет под псевдонимом Бездомный, член Масолита, да. То есть, роман начинается, как мы знаем, с того, что в жаркий весенний день вечером сюда приходит глава Масолита Берлиоз и член Масолита поэт Бездомный. Они приходят, садятся на скамейку и обсуждают поэму Бездомного. Да, я напомню, что они пришли сюда. Они пришли поговорить о его поэме. Иван Николаевич Панарев, он же Иван Бездомный в литературном мире, получил заказ написать антирелигиозную поэму и конкретно поэму о Христе. Ну, Иван Бездомный, он не знает о Христе ничего, вот, но это его не мешает, как говорится, творческому полету это не вредит, и поэтому он написал поэму о Христе, где, как написано в романе, очертил этого Христа самыми черными красками. Но это не удовлетворило Берлиоза, поскольку задача была не в том, чтобы там, понимаете, да, там превратить там Христа в злодея, да, скажем так, а доказать, что его вообще никогда не существовало, как бы его и не было. Вот они сидят на скамейке, там беседуют, а рядом с ними, да, оказывается человек, очень странный вид, но это мы все знаем, я не пересказываю, да, действие начинается именно здесь. Они садятся на скамейку. Возникает вопрос, на какую, то есть в каком месте она находится. Вот. И это очень точно, довольно точно можно установить. Потому что там, во-первых, сказано, что они сидят лицом к прудам, а спиной к бронной. Если они сидят спиной к бронной, то только в этой аллее, которую вы видите. Потому что она идет вдоль Малой Бронной улицы. Большая Бронная в этом районе есть, но она не проходит у пруда. Поэтому они могут сидеть только в этой аллее, спиной к бронной. А второе там сказано, значит, второе, вернее, что сказано, что через некоторое время, ну, там, по сюжету, да, один из них, Михаил Александрович Берлиоз, конкретно, он встает со скамейки, выходит из аллеи, и тут же попадает, турникет, да, и тут же попадает под трамвай, идет трамвай. И сказано, где идет этот трамвай? Трамвай идет, как сказано в романе, по новопроложенной линии по Ермолаевскому переулку. Ермолаевский переулок там есть, понимаете, и вот, как раз в этом конце, вот, если идти от вас налево, чуть дальше, да, налево, то как раз будет конец этой вот аллеи, и как раз Ермолаевский переулок, пересечения с ним. Поэтому скамейка находится точно в этой аллее, и ближе к выходу, вот налево, где Ермолаевский переулок, там и идет этот самый роковой трамвай. Поэтому место этой скамейки, оно определяется достаточно точно, достаточно точно. вот, дальше, значит, дальше, дальше следующее. Вот, более интересно, ну, это мы все знаем, потому что я сейчас вынужден был это сказать, да, ну, вот мы определились с местом скамейки, но более интересно, это имена этих героев. Это такой, ну, более интересный сюжет. Ну, с Иваном Николаевичем Понаревым, бездомным, нет большой загадки. С его псевдонимом, я имею в виду, потому что Иван Бездомный это типичнейший псевдоним для того времени. И туда, и тут вспоминается сразу большое количество людей. Ну, в первую очередь, мы предположим, Демьян Бедный, настоящая фамилия Демьяна Бедного Придворов. Демьян Бедный, Михаил Голодный, Иван Приблудный, друг Есенина, вот, значит, скажем, Саша Красный, поэт Беспощадный, Скиталец, понимаете, и, конечно, этот ряд, ну, самая яркая фигура в этом году, это Максим Горький, безусловно. Но тут надо остановиться, потому что, чтобы вас, ну, я не хочу быть неправильно понятым. Максима Горького Булгаков не имел в виду в данном случае. Максим Горький, человек был чрезвычайно образованный и очень начитанный. Чрезвычайно начитанный. А Иван Бездомный в начале книги просто ничего не знает ни о чем. Вот. Но сам псевдоним, сам псевдоним очень показательный. Горький, бедный, бездомный, голодный, понимаете, приблудный. Это все, понимаете, ну, одного ряда. И, конечно, Иван Бездомный это псевдоним такой типичный для определенного сорта литераторов, скажем так. Поэтому с его псевдонимом нет никакой загадки. А вот с Берлиозом здесь, конечно, дело сложное. И до конца это, мне кажется, даже и очень трудно вообще как-то, ну, как бы какому-то определенному точно решению здесь прийти трудно. Понимаете, здесь очень какая-то странная вещь, мимо которой мы не можем пройти. Ведь дело в том, что он не просто фамилия Берлиоз. Ведь его инициалы совпадают полностью с инициалами Булгакова. Михаил Александрович Берлиоз, М.А.Б. Михаил Афанасьевич Булгаков, М.А.Б. Это не может быть случайностью для Булгакова. Булгаков такие вещи это ни в коем случае не случайно. Мало того, что они тезки, оба Михаила, да. Инициалы совпадают полностью. Значит, в какой-то степени Булгаков, в какой-то мере, да, соотносил себя с этим человеком, с Берлиозом. Это очень странно, потому что Михаил Александрович Берлиоз в романе возглавляет, ну, грубо говоря, поганую организацию, этот Массолит, которая довела мастера, да, до травли своей. Кто его довел-то? Давайте, да сумасшедший шурном. Вот эти, как говорится, Массолитовцы, а во главе Массолита стоит Берлиоз. Понимаете, вот, и это мы должны как-то понять, что-то здесь, да. И потом, почему у него фамилия Берлиоз? Это крайне странная фамилия. Это фамилия великого французского композитора, понимаете, Гектора Берлиоза, в честь чего. Совершенно непонятно. Вот. На этот счет, версии, я о них скажу. Есть некоторые объяснения о том, но случайность это быть никак не может. Если бы он хотел сделать какую-то фамилию, ну, я не знаю, мало значим, ну, назвал бы его, я не знаю, там, Смирнов, там, Сидоров, понимаете, нет, Берлиоз, понимаете. Вот. Это не случайно. Вот. Значит, есть разные на этот счет соображения. Первое соображение. Берлиоз, это, как ни странно, киевская фамилия. Известно, что до революции в Киеве были люди, я сейчас не помню, это написано. Вот. То ли это были домовладельцы какие-то, то ли у них там какое-то земельное участок в Киеве. Но они были, понимаете. Это киевский след, во-первых. И этот след даже есть в романе. Потому что, я напомню, что происходит после смерти Берлиоза. Берлиоз погиб, да? Все. Но ведь у него же есть жилплощадь, как вы помните. Кстати, показателем того, насколько вообще стесненные были обстоятельства жилищные, в романе доказательством это служит хотя бы то. Ведь кто такой Берлиоз? Он возглавляет крупную литературную организацию. А живет-то он в коммунальной квартире. В романе. Ведь его сосед по квартире, этот самый, Степа Лиходеев, глава Варьете. Понимаете? Они живут в одной квартире, в коммунальной. Вот. Оба вроде бы такие люди. Ну, так. Ну, так вот, когда Берлиоз умер, у него все-таки есть жилплощадь. И является его дядя. А откуда дядя? Брома? Из Киева. Здесь есть, конечно, и поговорка такая. В огороде Бузина, а в Киеве дядя. Это, я думаю, тоже играл свой. Но дядя из Киева является. Не откуда, а именно из Киева. Понимаете? Вступить, как бы, вот, в свои права. Ну, это не получается. Это другой вопрос. Значит, во-первых, это киевский, как бы, след некоторый. Но все равно это, как бы, да. Теперь, значит, у композитора Гектора Берлиоза, у великого французского композитора, у него есть, помимо прочих сочинений, есть сочинение «Музыкальная гибель Фауста». То есть на тему Фауста Гёта. Ну, а связь с Фаустом начинается в «Мастере Маргарите» просто с первой страницы. Я уже не говорю о эпиграфе, который стоит. Там эпиграф просто из Гёты, да, из Фауста именно. Но просто там, как бы, когда там появляется Воланд, ну, скоро он здесь появится, да, когда появляется Воланд, да, то я уже не говорю там о его описании, да, ну, он несет под мышкой трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. Ну, у Гёты, Фаусти, Мефистофель появляется в виде пуделя сначала, причем именно черного. Ну, там связь с Гёты с первой страницы просто начинается и продолжается. Вот, значит, а у Берлиоза есть, понимаете, это тоже как бы такой, ну, Гётыанский, в известной мере, мотив. Но все равно это как бы немножко такая косвенная вещь. Ну, значит, но, я думаю еще следующее. Вот, у меня вот такое, я предлагаю сейчас свою версию одну, которую тоже не могу, не могу ее доказать, но я предлагаю. Почему вот эти инициалы совпадают, понимаете? Дело в том, что Михаил Александрович Берлиоз это не бездомный, в том смысле, что он человек знающий. Ну, он достаточно начитанный человек. Он атеист, это понятно, все это он отрицает, но он как бы, так сказать, начитавшийся человек, да? Вот, значит, Булгаков вырос в семье преподавателя Духовной Академии. Но у Булгакова в его юношеские годы, ну, и там более, ну, вот в эти годы, да, молодости, у него был момент религиозных сомнений. Это известно, понимаете? Когда вот он, какие-то сомнения религиозные у него были, вот такое некоторое скептическое отношение к религии. И он через это прошел, вы понимаете, сам Булгаков. И очень может быть, что в Берлиозе он в определенном смысле слова прощается со своим в этом смысле прошлым. Я не могу сказать, что Булгаков был какой-то ортодоксально верующий. Этого нет. Я даже думаю, что если бы он был бы такой, знаете, ортодоксально православно верующий, да, ну, в таком, он вряд ли бы вообще, мне кажется, написал бы такой сюжет с Иисусом, там, да, с, ведь это же противоречит Евангелию, там, ну, просто он не совпадает с Евангелем. Я не могу себе представить вот человека, который вот действительно бы такой, понимаете, ортодоксально православный, может, я ошибаюсь, я просто говорю, что я думаю. Ну, вряд ли бы он пересказывал этот сюжет в таком, как бы, ином ключе, чем в Евангелии. Булгаков это сделал, да, вот. Но то, что, как бы, его, он прошел период религиозных сомнений, сам Булгаков, но потом, как бы, вернулся вот к представлению о том, что Бог это не просто шутки, как говорится, да, и у него есть дневники, ведь у Булгакова есть дневник. Он писал дневник, который, кстати, назывался очень выразительно «Под пятой». «Под пятой». Ну, он же такой был внутренний эмигрант, да, и вот в этом дневнике есть, в частности, такая запись, да, о Боге. Может, я мог бы это цитировать дословно, но даже это не важно. Вот. Может быть, смелым людям, там он пишет, да, он не нужен, но мне, речь обоих, но мне он нужен, понимаете, вот. Мне он нужен. И очень может быть, что вот эти инициалы М, А, Б, да, его полностью, понимаете, его. Это может быть еще и прощание в лице Берлиоза с неким таким отрицанием на определенном этапе всей этой религиозной сферы. Вот. Ну и, конечно, следующий персонаж, который здесь появляется, это Воланд. Ну, здесь, конечно, все просто, на первый взгляд. Сейчас вы поймете, почему я говорю на первый. На первый взгляд просто, потому что совершенно очевидно, что это известно, что это слово взято просто из Фауста, Гёте, и больше ничего. вот, и в Фаусте, ну, в немецком тексте, у Гёте, конечно, там есть такая сцена в Фаусте, это сцена в Альпургиевой ночи, ну, по немецким преданиям, как известно, да, в определенную ночь там в году, на гору Брокен, в Германии, слетаются все черти там, понимаете, ведьмы, и они там, значит, веселятся и, значит, ну, празднуют, как говорится, свою встречу, и вот в Фаусте там есть эпизод, когда Мефистофель ведет Фауста на эту гору Брокен, они поднимаются на Брокен, в толпе всякой нечисти, ну, там идут всякие черти, ведьмы, да, и они идут, и Мефистофель говорит, чтобы им дали дорогу, потому что у него статус там, понимаете, довольно высокий, да, так сказать, ему очистили как бы путь, да, и он говорит по-немецки это юнкер фолланд коммт, то есть идет дворянин фолланд, да, по-немецки фолланд, не волан, да, но тем не менее, Булгаков взял этого фолланда, и сделал из него воланда, да, и это, это прямое, прямой, как бы прямая связь с Фаустом, почему я сказал, то есть нет загадки, понимаете, в этом имени, конечно, Булгаков подбирал имя своему герою, то есть прибывшему в Москву дьяволу, да, но это имя должно было быть таким, ведь Булгаков, понимаете, он всегда умеет держать читателя, чтобы читателю было интересно дальше читать, понимаете, если бы он сразу сказал, что это прибыл дьявол, ну хорошо, но неинтересно, да, а тут, понимаете, Воланд, кто такой Воланд, мы не знаем, понимаете, непонятно, что это персонаж такой, мы не сразу догадываемся, кто это такой, да, но я говорю, что на первый взгляд это все понятно, да, это известно, что из Фаусты, но почему Воланд именно, ну, Фоланд же, у Гёте, да, Фоланд средневековое немецкое слово, еще в средние века в Германии так называли черта, у меня есть опять же своя версия на этот счет, вот я ее приведу, не могу ее доказать, да, я подумал вот о чем, ведь Булгаков был большой любитель оперы, ведь он мечтал бы вообще быть в детстве, юности оперным певцом, у него был красивый город, баритон, но оперным певцом он не стал, но одного из своих героев он сделал, реализовал мечту, ну, это в Белой гвардии, в днях турбинных, Шервинский, если я не ошибаюсь, Шервинский, а адъютант Гетмана, ну, Гетман там бежит, да, и, значит, его адъютант прекрасным голосом, который ухаживает за этой, ну, ну, да, у меня из головы вылетело имя, а, Елена, ну, конечно, ну, который ухаживает за Еленой, это красавец, да, певец такой, да, ну, адъютант Гетмана, Гетман бежит, и он, значит, с удовольствием думает о карьере своего, знаете, будущего певца оперного, потому что у него голос и так далее, так вот, Булгаков реализовал свою мечту в нем, понимаете, вот, да, хотел быть оперным, и Булгаков очень любил оперу, понимаете, он оперу чрезвычайно любил, да, вот, одна из его любимейших опер, Фауст как раз, там, Аида, да, понимаете, напевал все это дело, там, написал четыре оперных либретто за свою жизнь, понимаете, вот, он опер знал, так есть же один из оперных терминов, воланду, воланда, итальянский термин, мы же знаем, что все термины итальянские, там, ну, там, мы все знаем, да, итальянские слова, да, в опере, музыканты всего мира их используют, так сказать, определенного темпа, там, все это, так есть еще и такое слово, воланда, что в переводе на русский язык, значит, полетно, дословно, это надо изображать, как бы летучее, понимаете, так музыка должна звучать, ну, такой термин, воланду, а это замечательно, да, а тем более мотив полета, он играет роль в романе, понимаете, чем кончается роман, да, они все летят, понимаете, покидая Москву, да, летит этот волан, да, и все его там спутники, которые в Москве были какими-то такими, да, потертыми персонажами, они оказывается рыцари, там все, ну, мы знаем все, да, изначальные как бы сущности, они там летят, так что очень может быть, что здесь еще и вот эта воланда, этот термин, да, оперный, вот он может быть, сидит, но это доказать, конечно, не могу, и позвольте себе еще одну вещь сказать, я думаю, тоже интересно, почему еще Берлиоз, Булгаков, как известно, был человек начитанный, вырос он в интеллигентской семье, и в интеллигентской семье читали, в том числе и поэзию, и в частности, не исключаю, но это не я предполагаю, я к этому пришел самостоятельно, но потом узнал, что уже и без меня, на это обратили внимание, то, что я сейчас скажу, то, что я сейчас скажу, это я не открыл, это я изобрел велосипед, потому что до меня это тоже открыли, вот, ведь был такой поэт, Яков Петрович Полонский, замечательный поэт, 19 века, а у Полонского, да, а у Полонского, есть стихи, которые вам я сейчас процитирую, дело в том, что Полонский однажды, ну, не однажды, да, он был в Баден-Бадене, да, в замечательном немецком курорте, он был там, потому что, он был человек небогатый, да, и он был там, можно сказать, учителем в семье Александра Осиповна Смирновой-Рассет, еще близкой знакомой Пушкина, и Гоголя, и вот, Александра Осиповна приехала туда, в Баден-Баден, а Полонский приехал, как учитель в ее семье, да, вот, ну, поскольку он был в Баден-Бадене, он там началась стихия, но туда приехал Берлиоз, в то время, когда он там был Полонский, а Берлиоза носили на руках, там, ну, все вот, приехал Берлиоз, ну, действительно, его очень любили там, и он давал, музыка его была, концерт был Берлиоза, и музыка Берлиоза очень не понравилась Полонскому, очень не понравилась, это есть в стихах просто у Полонского, вот, Так вот, я сейчас процитирую стихотворение, но стихотворение очень длинное, я приведу только четверостишек, которые нам и надо, оно длинное, но описывает концерт, который мне нравится. Здесь Берлиоз, я видел сам его жидовско-римский профиль и думал, что готовит нам сей музыкальный Мефистофель. Вы понимаете, вот Мефистофель, то есть его адская музыка, это есть и в этих стихах, что какая-то инфернальная, понимаете, инфернальная музыка этого Мефистофеля. Поэтому в этом стихотворении у нас Берлиоз соседствует с Мефистофелем, понимаете, с дьявольщиной, в этом стихотворении Полонского. Дьявольщина и Мефистофель конкретно, да, гетовский мотив, соседствует с Берлиозом. Ну вот, я думаю, что это может быть вполне, но это обратили внимание параллельно и до меня, как говорится, но я нашел сам, я не знал об этом. Так что с Берлиозом здесь много чего сидит, но мы знаем, что надо же где-то жить в этому Воланду, который в Москву прибыл. И он в скором времени поселяется в конкретном московском доме. И там сказано, большая садовая, дом 302 Бис, квартира 50, ну все. Значит, мы сегодня сейчас к вам отправляемся к этому дому и, значит, несколько слов о нем, как говорится, скажем. И на этом у нас время есть как раз замечательно. Да, еще один момент по поводу трамвая. Да, да, вот, был ли трамвай. Значит, определенно можно сказать следующее. Ни в каких транспортных архивах Москвы трамвайные пути здесь не зафиксированы. Это было исследовано, да. То есть трамвай здесь вроде бы не ходил. То есть регулярного маршрута трамвая здесь не было. Вот, это раз. Теперь следующий момент, да, который мы встречаем в этой главе у Булгакова. Ведь он же говорит, что трамвай идет по новопроложенной линии. Откройте книгу, вы увидите. А зачем это писать? Нам какая разница, по какой линии идет трамвай? По новопроложенной или по старопроложенной? Берлиоз может попасть по трамвае в любом случае, как говорится. Независимо от того, новая это линия или не новая. Но для чего-то Булгаков это написал. Вот, и из этого можно делать как бы разные выводы. Ну, во-первых, трамвайной линии не было, но она ему нужна. И он, значит, написал, что по новопроложенной линии. А может быть, и действительно была новопроложенная линия. Вот, и я вам хочу сказать, что есть-то, были исследования, которые проводились на этом месте, методами биолокации. Да. И, в общем, какие-то там люди, которые все это исследовали, говорили, что какие-то железяки там в земле когда-то были, и вроде бы они что-то обнаружили. Ну, этого я сказать не могу. Но известно совершенно, я в этом ничего не понимаю, поэтому я не могу ничего сказать. Вот, значит, но есть и другая вещь. Совершенно достоверно известно, это зафиксировано, что у выходов из этой аллеи у одного и у другого стояли турникеты. Турникеты действительно были. И были они еще и в 50-е годы. Это совершенно точно, понимаете. А почему их поставили-то? Зачем они нужны? Значит, очень может быть, что когда-то все-таки трамвай был. И какой трамвай? Вот есть такая версия. Да, есть версия, не моя, а другого человека, который пишет следующее. Что вроде бы в 20-е... Я повторяю, это не доказано. Да, и может быть, надо искать дальше. Вроде бы в 20-е годы был момент, когда вынуждены были снять временно трамвайные пути на Тверском бульваре. Там шел ремонт какой-то серьезный. А по Тверскому бульвару ведь проходил трамвай А, Аннушка. А в 20-е годы трамвай. Это не просто, это главное средство передвижения. Никакого метро в городе нет. Автобусов очень мало. Маршрутов мало. Понимаете, троллейбусов нету. Поэтому люди ездили в основном на трамваи. Но вот вынуждены были бы какой-то причине снять временно трамвайные пути на Тверском бульваре. Но нельзя было полностью эту линию, понимаете, не задействовать. Поэтому вроде бы отвели трамвайные пути временные. И они пошли на некоторое время через Малую Бронную. Потом снова выходили на бульвар. А потом, когда кончился этот ремонт, вроде бы их вернули обратно. Но турникеты остались, понимаете. Турникеты поставили, а они их не убрали. А в 50-е годы они еще были. Это совершенно точно. А турникеты зачем ставить здесь, если нет трамвайных путей? Зачем они нужны? Ну, они же стояли. Вот поэтому... Ну, во всяком случае, в транспортных архивах Москвы нету. То есть есть такая версия, что вроде бы трамвай ходил какое-то время временно по новопроложенной линии. Ну, вот. Ну, вот это Михаил Афанась Булгаков, наш герой. Но это уже 1926 год. Здесь он в очень хорошем настроении, в таком импозантном виде. 1926 год для него очень удачный. В 1926 году Московский художественный театр работает над его пьесой «Дни турбиных». Как она попала в театр, я скажу. Но она работала над этой пьесой. И в октябре 1926 года премьера пьесы «Дни турбиных» в МХТ. И уже в МХТ, по-моему, не знаю точно, он уже академический или нет, я не помню просто. Но точно, да, в МХТ там, значит, премьера. И очень удачно. И, в общем, замечательно все это проходит. Грандиозный успех и так далее. Ну, это 1926 год. Да, ну, это совсем не то, что нам надо. Вот это в следующий раз. А вот, 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 вот. Это знаменитый дом на Большой Садовой. Дом 10 в романе «Дом 302 Бис». Да, это дореволюционный снимок. Обратите внимание, пожалуйста, перед домом полисадник. Вот, росла сирень, между прочим, полисадник какого-то очень крупного сорта. Запах был замечательный. Вот, но этого полисадника нет. А дом сам стоит и возвышался там над окрестностями. Его нельзя было не заметить, потому что он был как бы... Дом построен в стиле модерн, с элементами модерна. Строили его два архитектора в начале 20 века. Юдицкий и Мелков. Они строили на деньги богатого табачного фабриканта Ильи Пегита. Он до революции владел табачной фабрикой «Дукат». И это был дом Пегита. Вот, он был владелец, сам он жил. Между прочим, Пегит жил именно в этой части, которую вы видите. То есть, его квартира. Он сам здесь поселился с семьей. Вот, но если войти во двор, там еще, да, корпуса дома, они весь двор окружают. Но Пегит жил с семьей именно в этой части. Вот. Тогда шума-то никакого не было. Понимаете, сейчас тут жить самоубийство. Понимаете, там бесконечный шум. Там, что ночь, что днем, садовое кольцо. Но тогда этого не было. Вот. И вот, значит, этот дом нас и будет интересовать. Я позволю себе оставшееся время. А у нас есть еще немножко. Вот. Значит, сказать о том, вот сюда Булгаков. Здесь Булгаков и оказался. В квартире 50. Именно 50. Вот, квартира 50 не выдумана. Номер дома, конечно. Номер дома, конечно, придуман. Дом 302БИС. Но. Но. Но тут тоже не я. Но я обратил на это внимание. Но это многие обратили внимание. Что дом 302БИС соотносится с его повестью Дьяволиада, которую я уже вспоминал сегодня. Ведь где находится в повести Дьяволиада вот это бюро претензий? Ну, вот в доме России. Комната 302. Комната 302. Понимаете? А повесть-то Дьяволиада. А здесь-то у него, понимаете, тоже дьявольщина. Поэтому он, может быть, комнату из Дьяволиады дал номеру дома. Понимаете? Вот. Да, БИС и БИС. То есть вторая. Вторая. Вторичная. Понимаете? Вторичная. Второй раз. Но квартира 50. Номер квартиры он не изменил. Это квартира, где он жил. Понимаете? Номер остался полностью. И как он попал, понимаете, сюда? Вот я уже говорил. Значит, в одной из... В этой самой квартире 50. Коммунальной. Это была коммуналка. Кошмарная. Я не сейчас говорю. Значит, в квартире 50 жил вот этот сам Андрей Михайлов Земский. То есть муж сестры Булгакова, Надежда Афанасьевна. И, значит, он привел Михаила Афанасьевича с его женой Татьяной Николаевной. Первой женой Булгакова. И, мол, сказал, живите, потому что он в Киев поехал к жене, которая там в это время находилась. Но Булгаков пошел к Крупской и получил. Все. Понимаете? О, ему выписали. Пришел от Крупской. Подпись. Прошу дать орлер на совместное жить. Совместный, несовместный. Ну, ордер дали. Понимаете? Оброс мандатами, как собака шерстью. Вот. И все. И уже никто и выгнать не мог. Своя комната. Все. Привет, как говорится. Вот. Но жить было невозможно. То есть, можно было, но тяжело. Как говорится. Потому что, во-первых, как говорится, верхний этаж. То есть, крышу никто не ремонтировал давно. Ну, какие там ремонты? Гражданская война. Понимаете? Кончилось. Все прохудилось. Да. И в их комнату с женой, понимаете, когда дождь там лило. Понимаете? Сырая очень комната. Комната очень сырая. Вот. Потом разруха, как говорится. Я сейчас стихи прочитаю. Булгакова, конечно. Об этом житие. Вот в этом доме. На Большой Садовой стоит дом здоровый. Живет в доме наш брат. Организованный пролетариат. И я затерялся между пролетариатом. Как какой-нибудь, извините за выражение, атом. Жаль, некоторых удобств нет. Например, испорчен ватер-клозет. С умывальником тоже беда. Днем он сухой, а ночью из него на пол течет вода. Питаемся понемножку. Сахарин и картошка. Свет электрической странной марки. То потухнет, а то опять ни с того ни с сего разгорится ярко. Теперь, впрочем, уже несколько дней горит подряд. И пролетариат очень рад. За левой стеной женский голос выводит бедная чайка. А за правой играет на балалайке. Михаил. Это письмо сестре Надежде Афанасьевне в Киев. Где? Вот он описывает жизнь. Да, здесь. Да, вот. Значит, ну и надо сказать, что вообще, вообще соседи были... Вообще дом был очень разнообразный. То есть, я сейчас скажу о соседях в этой коммуналке. Но скажу и о других людях. Ведь во дворе были художественные студии. Понимаете? Студии там. И до сих пор их можно видеть. До сих пор там даже есть. Вот. Была студия Кончаловского. Вот, понимаете? Была студия Георгия Якулова. Замечательного художника. Который был связан с камерным театром. И очень богемного человека. Очень богемного человека. И у него в студии Якулова кого только не было. И Есенин бывал. И Луначарский бывал. И кто туда только не ходил. И Есенин познакомился с Сидорой Дункан именно в студии Якулова. В этом доме именно. Вот, понимаете? Кого там только не было. Вот. И жена Якулова была необыкновенная женщина. Звали ее Наталья Юльна Шиф Называли ее некрасивая красавица У нее было несколько Такое асимметричное лицо, но великолепная фигура Она ничего не готовила, никакой еды Конечно, никогда В общем, это Такая богемная очень дама Ее выслали потом из Москвы В Владикавказ Не, Господи В Кисловодск Из Москвы просто выслали Я почему о ней и говорю Что она в определенном Смысле слова, в определенном Прообраз Зойки из пьесы Зойкина квартира В определенном смысле Такая квартира Странноватая Это как бы отдельные люди, это богема А вот где жил Булгаков Там такая коммуналка кошмарная Понимаете? То есть за стеной жила Дуся-проститутка Это ближайшая соседка по квартире Ближайшая Да-да-да Она пела там в свободное время Вот, значит И как вспоминала первая жена Булгакова, Татьяна Николаевна Вот она на экране Татьяна Николаевна Булгакова Прожила она очень долгую жизнь Обратите внимание на даты 1893-1982 Она долго жила Вот Она очень милым человеком была С непростой очень жизнью Вот Так вот, как она вспоминала Эта Дуся была женщина тихая Сама по себе она была тихая Но к ней ходили клиенты Дуся-проститутка Вот, значит А свет, как мы знаем По стихам Булгакова В квартире горел нерегулярно Были перебои со светом Поэтому, когда приходили Эти клиенты Дуси Они ходили по темному коридору Понимаете В темноте ничего не видно И они стучали С криками Это Татьяна Николаевна Говорила С криками Дуся, открой И Татьяна Николаевна Говорила Привычно Это рядом Понимаете Вот Значит, жила Это, вот, смотрите Быть Вот, жила эта Дуся Потом, значит Жила Значит, жили алкоголики Муж и сестра Такая пара Причем муж действительно играл на балалайке Вот он играл на балалайке Там в три часа ночи Когда угодно Жена плясала Это вам уже должно что-то Я думаю Вот эта балалайка Что-то напоминает Ну, да Конечно Конечно Вот Значит, собачье сердце Которое чуть позже написано Оно, значит Как бы В значительной степени Растет отцу Кстати, я хочу вам сразу сказать Такую вещь интересную Вот я долгое время не понимал Почему Вот в собачьем сердце Да Этот самый Значит Герой Выбирает себе Ну, он же становится человеком Да И он выбирает себе имя И имя очень странное Полиграф Полиграфович Бред какой-то Полиграф Почему он полиграф Полиграфович Но потом я понял Почему Дело в том Что Ведь кто жил Вот Кем был заселен дом После революции В большом количестве В большом количестве Жили работники Фабрики Дукат Ну, потому что Дом-то строил Владелец фабрики Дукат Ну, понятно Там, что После революции Уже там Он не был владелец И так далее Но работники-то Были фабрики Дукат Они жили А также Здесь были Жили работники Во множестве Типографии Которые Которые назывались Моз Полиграф Моз Полиграф И вот эти люди Соседи По квартире У них Булгак Вот так достали Понимаете Что вот у него Этот самый герой Из собачьего себя Выбирает себе Полиграф Полиграф В общем эти имя Вот Значит В общем эти алкоголики жили Значит В квартире жил поросенок Это кстати Не единичный случай Я раньше тоже думал Что это как бы странно Но дело в том Что голодное время было И люди привозили Из деревни Я знаю по меньшей мере Три случая тогда Таких Люди привозили Документально зафиксировали Люди привозили Из деревни Значит Поросят И откармливали их Потому что свиньи Едят все Понимаете Ну помоем там приносили Он ел Жил поросенок в квартире Понимаете Его на мясо откармливали В квартире жил петух И это не рассказ Булгакова Я ему говорю Это правда был Понимаете Жил петух Который орал там В любое время суток Потому что Там среди жильцов Ведь разные были люди И некоторые из них Они с ним устраивали Разные там Драли его за хвост Какие-то В общем За этим петухом И он потерял ориентацию Во времени Понимаете То есть он орал В любое время Видимо прежде чем его съели Он значит там Кричал Ну это кошмарный был Такой Кошмарная квартира Вот И Булгаков в ней жил Понимаете Он в ней жил С женой Вот И ну как они жили Понимаете Ведь Ну вот Татьяна Николаевна Как раз на экране Он-то устроился Ведь перепробовав Ряд эфемерных профессий Вот это конферансье Как я уже говорил Там Вот так далее Он устроился В газету Гудок Ну вот куда попал Как мы знаем Ильф Там Олеша И Булгаков И все Значит он работал В газете Гудок И днем он сочинял Вот эти очерки Для Гудка Потому что он был Бытовой филитонист И он писал У него много очерков О Москве Там И так далее Это днем Для денег Для денег Татьяна Николаевна Не работала И не потому что Она не хотела работать Она хотела работать Но безработица В Москве была Она стояла В очереди На бирже труда Ну нет работы Понимаете Вот Поэтому Они ели очень скудно И он так и пишет Матери В Киев Что они едят Там Значит Пишет что там В один день Что там Во вторник Я просто вспомнил Наизусть Во вторник Ничего не ел Выпил 5 стаканов чая В среду достал 2 фунта хлеба Взаймил у слесаря Там Матери Пишет матери Вот А Татьяна Николаевна Пишет что Бедной Таське Я цитирую дословно Бедной Таське Приходится изощряться Изо всех сил И готовить Из всякой ерунды Обеды Там понимаете Но она молодец Вот Значит Ну вот Он значит В этом гудке А ночью Ночью Он писал Для себя Вот ночью Он садился за стол Понимаете И писал Для себя уже Понимаете Вот А ему хотелось Там рассказать О гражданской войне И он В своем романе Незаконченном Который называется Записки покойника Или второе его название Театральный роман Он пишет о том Как К нему пришел Замысел Белой гвардии Романа Белой гвардии Ну я цитирую Цитирую эти слова Он зародился Однажды ночью Когда я проснулся После грустного сна Мне снился родной город Снег Зима Гражданская война Во сне прошла Передо мной Беззвучная вьюга А потом Появился Старенький рояль И возе него Люди Которых уже нет На свете Вот как бы Освещенное Такое пятно Рояль Эти люди Их уже нету За окном Гражданская война Зима Вот из этого Стал выкристаллизовываться Роман Белой гвардии И он пишется В этом доме Роман о Киеве Пишется он в этом доме Конкретно здесь В квартире 50 Вот И значит И вот мы Подходим к концу Но надо об этом сказать И мы на этом Сегодня закончим Но тут Булгаков повезло Вот тут Можно сказать Фортуна повернулась К нему лицом Если бы этого не было Может быть Совершенно жизнь бы пошла Иначе Но тут ему очень повезло Повезло ему Прямо И везение Прямо продолжалось Прямо этапно Несколько этапов везения То есть Он написал роман Белая гварда Ну Его же надо куда деть Вот Вот А кто его возьмет Понимаете Вот Но был такой журнал Россия Который недолго существовал Вот И Булгаков удалось Напечатать в этом журнале Часть Белой гвардии Полностью роман Не напечатали Журнал закрылся Вот Но часть была напечатана И значит В киосках Он продается Значит Первое везение Что часть романа напечатали Второе везение Происходит следующее Журнал покупает В киоске Каком-то Один из режиссеров МХАТа И приносит его Соответственно В МХАТ Он читает Ему нравится И говорит Вот Булгаков написал Роман О гражданской войне И это доходит До руководства МХАТа И Оно говорит Вот Это тот автор Который нам нужен Он нам напишет Пьесу о гражданской войне Потому что МХАТу это было Нужно как воздух Понимаете Они играли прекрасно Но у них Репертуар старый Три сестры Понимаете Они все Москву хотят Там Грустят Понимаете Да Вот Ну то есть Классики В репертуаре Классики Понимаете Им сверху то говорят МХАТовцам И намекают А где же у вас Современная Россия Понимаете Мы же вот как бы Революция у нас произошла А вы все Условно говорю Вот Значит Три сестры Вот Поэтому им нужна была Значит И короче говоря Они находят Булгаков Найти его не сложно Как говорится Ну если надо И приглашает его в театр Говорит А вот не напишите ли вы нам Вот пьесу На основе вашего романа И что самое интересное Что он ее уже пишет Он в это время ее пишет То есть он написал роман И у него пришла в голову мысль Написать пьесу На основе романа Он сидит и пишет эту пьесу И его вызывает во МХАТ И говорит Не напишите ли вы нам эту пьесу Понимаете Ну это же удивительный случай Дальше везение продолжается Дальше везение продолжается В каком смысле Ну хорошо Он пьесу написал Она сначала называлась Белая гвардия Как роман Но это невозможно было поставить Там по разным причинам Ему предлагали название Перед концом Но это название тоже не принял И в результате остановились Дни Турбяных Но это нейтральное название Но это все хорошо Но везение-то не в этом А везение в другом Ведь во МХАТе Есть разные актеры Есть уже как бы маститые А есть молодые И маститые думают А будет там успех Не будет успех Классика проверена Они играют блестяще А тут неизвестно что Понимаете Отдадим молодым Пусть молодые Ну можно понять А эти молодые Это Хмелев Яншин Станицын Пруткин Понимаете Соколов Потом Тарасов Все блистательные Ну талантливые люди И они значит Получили эту пьесу Они ее Ну не они поставили Значит поставил Молодой режиссер тоже И вот в октябре Премьера 26-го года И успех грандиозный Они сразу стали звездами Вообще все эти молодых Никто не знал Стали звездами Понимаете И Булгаков там Театр Люди идут там Понимаете Билетов нету Да Все идут там Ну в общем Грандиозный успех Понимаете Понять можно Понять можно Как бы здесь И советская власть Сделала Надо прямо сказать Умный ход Потому что Во-первых Никто этого Не думал Что это разрешат На сцене там Белые офицеры Понимаете Причем они Показаны сочувствием Совершенно ясно Ну я насочувствую Ну конечно там Как бы финал такой Что они понимают Что они обречены Иначе вы это не поставили Вот Но тем не менее Их показали Показали на сцене Причем они В общем Не показаны Как какие-то уроды Там с нагайками Ну вот Ну нормально В общем как-то Сочувствовать им можно Поэтому народ ходил Там кажется Ну вот Так что здесь Вот он написал Эту Белую гвардию И Дни Турбиных Значит И ему очень повезло В этом смысле Судьба к нему Повернулась Вот Ну и последнее Что здесь все Мы как бы заканчиваем Живет он здесь 21 по 24 год В двух квартирах В квартире Женой Татьяна Николаевна Сначала в квартире 50 И почти все время В квартире 50 Но все-таки Он жил некоторое время Несколько месяцев всего И в квартире 34 Этого же дома Потому что он мечтал выбраться Но там невозможно было жить Понимаете И они С женой И удалось В противоположном подъезде Жил в квартире 34 Непман У него была большая семья Этот Непман Занимал всю квартиру Но его должны были уплотнить Потому что у него Я сейчас не помню В общем один из членов его квартиры Покинул квартиру По-моему Замуж вышел там кто-то Короче Его должны были уплотнять Но он не хотел Чтобы неизвестно Кого подселили А Булгаков он знал Понимаете Как соседа по дому Ну видишь Что интеллигентный человек Вот И он сам этот Непман Пошел к правлению дома Договорился с ними И Булгаков переехал В квартиру 34 Женой Несколько месяцев жил Нигде ее не описал Нигде Потому что там ничего интересного не было Нормальная жизнь Вот Ну вот И все Вот значит Вот таким образом Значит А позднее конечно Он поселил здесь Воланда Появляется Воланд Вышвыривает этого Степоля Хадеева В Ялту Начинается вся эта фантасмагория Бал полнолуния Это здесь квартира 50 И это Рукописи не горят на этом балу Это все здесь Там Маргарита входит и удивляется Как это все может помещаться В квартире в одной Вместо тысячи гостей Там Ей Коровьев говорит Как вы помните Тому кто знаком с пятым измерением Ничего не стоит раздвинуть помещение До желательных пределов Он Изъясняется так Витиевато В романе Коровьев Это все здесь Это все В квартире 50 То есть номер оставлен Понимаете Ну и потом прямо сказано Нехорошая квартира в романе Дьявола поселил Нехорошая квартира Самое место для Прибывшего в Москву Дьявола Вот на этом на сегодня мы Закончим И так сказать Большое спасибо за внимание Спасибо большое Спасибо 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 Большое спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо